Робототехника не вытеснит традиционные уроки труда, уверяют педагоги. Но современный ребенок должен уметь и пилить, и строгать, и роботами управлять. В 24-й городской гимназии действует пилотный проект. Здесь есть факультативный урок, где ребята, начиная с 5-го класса, учатся управлять искусственным интеллектом. Сегодня, кстати, мы вместе готовим высадку на Марс. Данила, куда нажимать? В середину. Нет в регионе более оснащенного кабинета робототехники. Самый известный в области учитель информатики Денис Копосов показывает нам свою комнату сокровищ. И смысл буквальный. Оборудование здесь на сотни тысяч. Робототехника удовольствия не из дешевых, но знания бесценны. Мы плавно начинаем от лего и заканчивая платформами, где, не понимая по физике, не понимая математических, соответственно, каких-то базовых понятий, невозможно. Можно на него только смотреть, в руках теребить и говорить, уколах, классно, круто, замечательно. Но реализовать даже простейшую задачу на нем уже будет не под силу. Я должна сделать то, чтобы робот дошел и включил электростанцию. Эти дети, они будут успешны в своей деятельности, потому что запрос на сегодняшний день на таких специалистов, на инженерные специальности есть. И социальный заказ этого требует, и наш город этого требует, и наша область этого требует, потому что, сами понимаете, развитие Арктики невозможно без инженерных специальностей. Кабинеты робототехники постепенно открываются и в других школах. Учителя осваивают основу предмета наравне с детьми. Педагогам уже третий год помогает в этом институт открытого образования. В 12 муниципалитетах открыты ресурсные центры, где учителя могут повысить свою квалификацию. Эти роботы для обучения педагогов у нас собраны, прежде всего. Но и вообще в обучении, в процессе повышения квалификации педагога, роботы, педагоги сами создают роботов, которые решают поставленные конкретные задачи. Вратарь взаимодействует с работой футболистом. Моторика, логика, умение работать в команде, способность достигать глобальной цели, разделя ее на множество промежуточных. Робототехника – это кладезь полезных навыков. Овладеть ими можно не только в школе. Лаборатория робототехники теперь есть и во Дворце детского и юношеского творчества в Архангельске. Там занимаются с детьми и подростками возрастом от 10 до 18 лет. Детям нравится, они занимаются с удовольствием. Мне кажется, им это очень поможет в дальнейшем. Как раз таки много сейчас все зависит от информационных технологий. Привыкает ребенок к тому, что программа управляет не только разными виртуальными вещами, а вполне себе реальными. И потом с этой философией, с каким-то начальной подготовкой он идет уже в студенчество, где его готовят уже на оборудовании очень близком к тому, что работает на производстве. Будущие энергетики, транспортники, нефтяники, строители – лабораторию роботехнических систем в САФУ посещают не только профильные студенты. Автоматика сегодня применяется повсеместно. С трудоустройством неплохо дела обстоят. Практически, может быть, не все, но значительные части выпускников устраиваются без особых проблем и именно по специальности. На уровне региона распространение робототехники как учебного предмета и направления доп. образования обещают всячески поддерживать. Бессмысленно отрицать будущее за роботами и теми, кто ими управляет. Ирина Юшина, Евгений Зыков, 7 дней в регионе.